Жители Приморья, имущества и дома которых пострадали от природных пожаров, получили выплаты. Сейчас им оформляются жилищные сертификаты. Глава региона побывал на месте сгоревших в середине марта хозяйственных построек на улице Чапаева. Здесь огонь уничтожил сарай, где жители хранили дрова, уголь, домашнюю утварь. На прошлой неделе нам привезли 66 кубов пилматериала. И дрова тоже? Дрова, это наши лесники, тоже нам оказали помощь на каждую семью по 4 куба. Ребята уже сами колют. И волонтеры сюда подключены. Вместе с этим практически сразу после чрезвычайной ситуации люди получили по 10 и по 100 тысяч рублей. Всего выплачено 1 миллион 400 тысяч. А что с сертификатами у тех, у которых сгорели дома? Так, свидетельства у нас готовятся. То есть будут выданы двоим гражданам на два домовладения. И два свидетельства там получается. По 332 закону люди там не проживали. Фактически они проживали и не были зарегистрированы. Поэтому в администрации сейчас оказывается действие через суд установить фактическое проживание. Да что там, если вы искренне подготовите, какие сложности? Суд по этим моментам всегда оперативно рассматривает. В течение месяца, думаю, должны... Давайте как-то делать и так, чтобы до конца апреля, до майских праздников, чтобы решить все вопросы и с выплатами, и со всеми возможностями судебном порядке восстановить права граждан на получение этих выплат. Если они фактически проживали, есть соседи, которые подтверждают то, что они проживали. Этого достаточно для суда. И суд, как правило, в отношении таких граждан принимает положительные решения. На месте Олег Кожемяка также пообщался с жителями, чье имущество пострадало от пожара. А на дворной постройке Ваши сгорели какие-либо? Гараж и два сарая. Но сейчас вот те материалы, которые завезли, будете что-то делать с ними? Обязательно, обязательно. Построите тоже? Конечно, сарай и нужный полок. Дровник там, еще что-то? Да, все это, спасибо администрации, дрова сразу вот привезла, доски вчера вот привезли. Так что потихоньку восстанавливаемся. Из-за сильных ландшафтных пожаров в марте в Шкотово огнем уничтожено несколько жилых домов, хозяйственных построек, в муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.